Утро ТВ Сама прокатилась, правда, уже в самый последний день путешествия, накануне уже отъезда буквально, ехали мы из села Будка, с родины Бориса Ельсона, в Талицу обратно возвращались, ну это километров 50, наверное, где-то так, вот, ну, естественно, не за рулем, вторым номером на заднем сидении, ощущение классное, мне очень понравилось А зачем? Цель этой акции какая была? Не в смысле того, что ты вторым номером на мотоцикле проехалась, а вот вообще вот этого пробега? А цель была, ну, скажем так, не пропиарить, рассказать, рассказать жителям Свердловской области о новом туристическом маршруте Самоцветное кольцо Урала, то есть байкеры и рок-музыканты, которые позже вот выступили на фестивале Старый Новый Рок Каждый день они посещали один или несколько населенных пунктов, где обходили местные достопримечательности, вот, получается, всего было захвачено основных пять городов Это Невьянск, Нижний Тагил, Реш, Алапаевский, Рбит и Талица, 6 даже, получается, вот, ну и плюс близлежащие населенные пункты, там, деревни и села А где стартовал пробег? Пробег стартовал 14-го числа из Екатеринбурга, вот это, кстати, сейчас уже был момент возвращения в Екатеринбург Сам пробег стартовал 14-го числа в Екатеринбурге, мы поехали в Невьянск, вот, как раз это кадры из Невьянска и есть Затем Нижний Тагил, ну и дальше уже по маршруту Насколько я знаю, вы также побывали на какой-то оленеводческой ферме Многие ведь и не знают, что у нас на Урале есть настоящий северный оленик, как? Общательно, отдалось бы, общаться с оленями Эта ферма находится недалеко от поселка Висим, и олени, это не все, что там можно увидеть Помимо оленей, там есть еще страусы, странные очень животные, якутские длинношерстные коровы, которые вот по пояс человеку с шерстью в полок Какие-то непонятные совершенно животные, да, мини-пиги, кролики Причем, главная особенность вот этой фермы, она не как зоопарк, то есть там любого животного можно подойти погладить, покормить, как-то там пообщаться с ним Ну, контактный зоопарк, ну, вроде контактного зоопарка, да, только животных больше, ну и сами они поинтереснее Юль, я так понимаю, извини, пожалуйста, что раз это было на прошлой неделе, с погодой вам не очень повезло, да? С погодой нам вообще не повезло Потому что первые два дня шел проливной дождь, постоянно, даже дождевики не спасали И это, конечно, ну, вымотало Мы ехали в автобусе, поэтому нам все-таки было проще, хотя мы тоже были постоянно все сырые, не успевали вообще вещи даже просушить Байкерам было еще тяжелее, потому что, ну, естественно, ехать в такую погоду Плюс дорога сама по себе, ну, дорожные условия из-за этого очень тяжелые становятся И несколько мотоциклов сошли даже с дистанции, потому что, ну, либо электроника отказывать, вилки попробивали ребят А что вдохновляло-то? Вот, было какое-нибудь, я не знаю, мероприятие, действие, в котором мы байкеры, мы победимы? Мне кажется, вдохновляло, ну, просто какой-то вот общий настрой такой, потому что вот даже когда мы уезжали, все шутили, что мы уезжали и прощались, как из летнего лагеря Как будто вот смена закончилась Все оставляют адреса друг другу, телефон Да-да-да, найдемся, еще найдемся В Алапаевску какой-то подарок привезли? Что это за подарок? Не только в Алапаевске, это еще одна из особенностей пробега В каждом из городов, куда приезжал пробег, байкеры делали какое-то доброе дело, акция просто была Делаем добрые дела В частности, вот в Алапаевске, там есть местная секция картинг-спорта, ну, и вот один из картов ребятам подарили Также в каждом городе были рок-концерты, то есть, куда приезжали байкеры, как реагировало население? Да, в принципе, с интересом, я бы сказала Ну, тоже, опять же, зависело от погоды Когда погода была хорошая, народу было достаточно много Да, ну, если все-таки начинался дождь сильный, то, естественно, люди расходились В каком городе закончился Урал рок-пробег? Закончился он в Талице Это было 18-го числа, да, 18-го июня, и 19-го все участники уже вернулись в Екатеринбург Ну и что, ты на себя-то не решила примерить мотоцикл? Ты не задалась там идеей купить его и завести бы себя в гардеробе? На самом деле, у всех, кто вот с этим столкнулся впервые после пробега, были такие мысли, что Ой, да, может быть, мне попробовать? Это же вроде так классно и интересно Но пока это вот все в мыслях осталось, я всерьез не думаю об этом Юль, давай еще раз напомним нашим телезрителям Вот этот туристический маршрут, самоцветное кольцо Урала Это какие города и что там вот такого замечательного, особенного? Если говорить вот по маршруту пробега, получается это Невьянск, Нижний Тагил, Алапаевск, Ирбит, Талица, село Коптелово, поселок Висим, Мурзинка Очень много населенных пунктов Интересного тоже очень много, это и какие-то музеи народного творчества, музеи народного быта, памятники архитектуры Очень много всего и больше всего мне понравилось лично из этого пробега, что в очень многих музеях, в очень многих памятниках архитектуры есть, скажем так, интерактивные программы То есть человек, который туда приходит, он может сам что-то поделать своими руками Там камушки помыть какие-то, как старатели когда-то делали, там, не знаю, монеты почеканить, в колокол позвенеть В общем, рекомендуешь, я так понимаю Рекомендую, да, интересно Спасибо огромное, Юлия, Юлия Воронина, корреспондент программы События Сегодня была у нас в гостях, рассказывала о пробеге, байкерском пробеге по самоцветному кольцу Урала Прямо сейчас мужчина на кухне приготовит салат из груши, а потом мы продолжим наше общение о каблуках, ну и о идеальных женщинах